Я так понимаю, вас уже немножко в теорию погрузили в проектное управление. Рассказали вам, что такое проект, из какого жизненного цикла проекта, из каких частей этот цикл состоит. Вот здесь немножко вы видите на слайде причины внедрения проектного управления в государственную сектору. Я думаю, что в муниципальных муниципалитетах причины могут быть точно такие. Это одна из проблем в том, что нет достигающих целей, не выполняются ключевые показатели. Если возьмем те же самые национальные проекты, вы знаете, что есть указ президента Российской Федерации номер 204, где определены основные цели развития России до 2024 года. И если эти цели не погрузить в проектное управление, то, как считает сейчас правительство Российской Федерации, то эти цели могут быть недостигнуты. Поэтому и было принято решение реализовывать проект, реализовывать указы номер 204 с методом проектного управления. Вторая проблема – это зачастую не соблюдаются сроки, не соблюдаются бюджеты проекта. Для того, чтобы эта возможность была такая, соблюдать и сроки, и бюджеты, для этого как раз был введен детализированный план мероприятий, который входит с основной частью в паспорта проектов. И вот сейчас, например, у нас в республике, так как будет достаточно много финансирований по строительству дорог, и по комфортной городской среде, и по образованию этой ясли и детских садов, то, помимо того, что у нас будет подробный план мероприятия, этот план мероприятий будет погружаться в информационную систему. Так, например, Минтранс Республика сейчас вступает в проект в работе с Южным Байкалом, и они будут погружать это все в программу Microsoft Project. Еще будет у нас реализовываться дополнительный модуль к программе госзакупки, куда будет заводиться часть контрактов, которые сегодня реализуются, будут реализовываться в этом году уже, начиная с этого года. Плюс у нас будет информационная система по проектному управлению, на которую мы сейчас объявили конкурс, куда мы будем заводить часть участников из муниципалитетов в том числе. Еще одна проблема – это неэффективное использование ресурсов трудовых и материальных и неэффективное межведомственное взаимодействие. По поводу межведомственного взаимодействия, я думаю, что вы тоже, работая с нашими министерствами, зачастую сталкиваетесь, когда приходите к ним, спрашиваете какой-то вопрос, они вам говорят, это не наш вопрос, а вам в Министерство экономики. Идут в Министерство экономики, вы идете в Министерство экономики, а вам Минек говорит, это не наш вопрос, это вопрос Минпромторгу. Идите к Минпромторгу. Дети в Минпромторг говорят, что это Министерство строительства, это вообще вопрос, касающийся Минстроя. И в итоге, благодаря этой проблеме, какие-то проблемы у муниципалитетов невозможно решить. Проектное управление позволяет, создавая такие межведомственные команды под одним руководителем, эти проблемы решать. Следующий слайд, пожалуйста. Вот здесь написано, какие слагаемые факторы успеха эффективного проектного управления. Это когда одни цели и приоритеты, когда есть проактивное управление рисками и возможностями, когда есть персональная ответственность и мотивация на результат, когда есть полный охват, начиная с федерального, регионального и муниципального, когда есть объективный мониторинг с помощью информационных систем. Конечно, у нас это далеко еще не все выстроено. Еще много-много предстоит, чтобы это выглядело как эффективное проектное управление. Мы делаем это с ноября прошлого года, у нас только работает проектный офис Республики Бориотель. Но, тем не менее, определенные шаги уже есть. У нас есть проекты, которые уже реализованы, есть проекты, которые мы ведем и реализуются, есть национальные проекты. Это отдельное большое направление, которое мы сейчас только заводим в систему, только начинаем ее погружать. Следующий слайд, пожалуйста. Вот здесь вы видите систему управления проектной деятельностью. Предполагается, что у этой системы должно быть, первое, это стратегический уровень, это стратегия развития Республики Бориотель, и те стратегические цели, показатели, результаты, которые заложены в национальных проектах. Вы видите, что здесь получается два деления. Одно это деление управления проектами, другое управление процессами. Я извиняюсь, наверное, плохо видно, потому что мелко, но где это управление проектами и управление процессами. Проектное управление это то, на что направлены изменения. Если вы хотите что-то поменять в деятельности, в жизни людей, в муниципалитете, то лучше это делать с помощью проектного управления. Управление процессами это то, что происходит каждый день, то, что вы каждый день делаете. Для повышения эффективности управления процессами сейчас, может быть, вы слышали, есть такое бережливое производство, бережливое правительство. Сейчас это тоже очень популярная тема, в том числе в правительстве Российской Федерации. И система бережливого правительства, в том числе в Республике Бурятия, будет также реализовываться. Система бережливого правительства, я немножко буквально два слова про нее скажу, что она из себя представляет, это тоже оптимизация различных процессов и ее перевод этих процессов в цифру, что имеется в виду под оптимизацией. Например, сегодня проводится совещание какое-то. Сначала проходит совещание, потом готовится, может быть, даже до совещания готовится предварительный протокол, но в процессе совещания обсуждаются вопросы, затем этот протокол, он готовится, особенно для правительства Республики, более дольше времени занимает, в правительстве Российской Федерации вообще достаточно большое количество времени занимает, когда этот протокол потом согласовывается. В Республике бывает так, что протокол выхватывает, а там уже сроки, которые уже должны были быть выполнены. Есть такое понятие, как интерактивный протокол. То есть, когда прямо на совещании сидит человек, который набивает все вопросы по пунктам, и на совещании же этот протокол согласовывается. Таким образом, можно сэкономить и время, и ресурсы тех людей, которые этот протокол должны были бы в дальнейшем делать. Но это я вам просто маленький пример привлекла, таких примеров много, это специальные механизмы, с помощью которых можно внедрять вот это бережливое правительство. Вот на этом слайде вы видите организационную структуру системы управления проектами Российской Федерации. Центральное место это совет при президенте по стратегическому развитию национальным проектам. Все национальные проекты, все федеральные проекты проходят через вот этот совет, и окончательное утверждение происходит на совете. Также есть президиум совета, который возглавляет Дмитрий Анатольевич Медведев. Есть федеральный проектный офис, департамент проектной деятельности правительства Российской Федерации. Он занимается методической помощью, он занимается обучением, он занимается координацией всех национальных проектов. Есть проектные комитеты и ведомственные проектные офисы. Здесь вы видите, как это происходит в Республике Бурятия. У нас есть совет по проектному управлению под председательством главы Республики Бурятия Алексея Савдовича Цигенова. У нас есть координатор проектной деятельности, куривающий в вопросах проектного управления Республики Бурятия. Есть региональный проектный офис, который я возглавляю. У нас сейчас появился еще временный координационный комитет, который возглавляет Константин Викторович Бурупаев. Мы вместе с ним занимаемся и методическими, и вопросами координации региональных проектов, которые позволяют реализовать показательные результаты федеральных проектов. У нас созданы проектные комитеты, у нас есть команды проектов, мы кажем региональный проект. Смешно. Это схема, по которой у нас проходят этапы жизненного цикла проектов. В принципе, любой муниципалитет может предложить идею создания регионального проекта на региональном уровне. В этом случае мы должны подготовить заявку. Форма заявки у нас есть. Заявку направить в министерство, и через отраслевое министерство выйти на нас, отправить нам заявку. Дальше идея проекта и заявка выносится на Совет по проектному управлению. Мы вместе с вами доработаем нашу заявку. На Совете принимается решение о целесообразности реализации проекта. И дальше уже создается рабочая группа, идет формирование проектной документации, и окончательно протокол на Совете утверждается готовая проектная документация, и начинается реализация проекта. Следующий слайд, пожалуйста. Ну вот здесь сроки. Следующий слайд. Вот здесь основные понятия, которые у нас есть в постановлении 469, в постановлении правительской республики Бурятия 469. Здесь, я извиняюсь, здесь старое постановление российское. Новое постановление называется номер 1288 об организации правительной деятельности в правительстве Российской Федерации. Оно как раз касается национальных проектов. То есть федеральное 1288, наша республиканское 469. Руководитель проекта вместе с командой проекта, которая создается после принятия решения на Совете по проектному управлению, готовит паспорт проекта, план контрольных событий, бюджет проекта, описание проекта, план график работ по проекту, реестр рисков и план коммуникации проекта. Я вам просто сейчас примеры приведу, на примерах будет понятно, для чего все это делается. Например, у нас один из проектов, который мы в прошлом году благополучно... В этом году он завершается, но в прошлом году мы благополучно ввели в объект в рамках этого проекта. Это строительство Кванториума. Кванториум находится на Шмидте, может быть, видели вы его. В принципе, такой несложный проект, потому что объявить конкурс, отремонтировать здания, приобрести оборудование, это, в общем-то, понятные вещи, как и что это сделать. Но когда мы завели это в проект и создали команду из заинтересованных лиц, то выяснили, что если там не будут снесены дворовые постройки людей, которые живут рядышком, то Кванториум будет не введен в срок, потому что пожарники не дадут его везти. Для того, чтобы снести эти постройки, пришлось вводить в состав команды администрацию города, представитель администрации советского района. Потом выяснилось, что если Кванториум мы построим, но дороги сделаны не будет. А значит, там должна быть остановка соответствующая, должна быть парковка для машин. Когда все эти вопросы обсуждали, то туда ввели ГИБДД, состав команды, ввели Минстрой, Минтранс Республики Бурятия. И в итоге у нас в этом году там будет реконструирована по линии БКД дорога по Шмидта, для того, чтобы там можно было удобно проезжать, чтобы там были нормальные остановки, там переносят остановки автобусные, чтобы дети могли выходить не возле рынка центрального, где не совсем может быть безопасно, а именно там. Там эта дорога будет более освещена, для того, чтобы вечером ребятишки могли спокойно там ходить и не бояться. То есть, понимаете, это уже проект комплексный, и просто одно Министерство образования таким образом решить проблему не смогло бы. А в результате того, что мы завели это в один проект, то все люди, которые работали в команде, они работали на один результат, который стал более полным, более эффективным. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, это вот как изменение по проекту принимается, как отклонение по проекту. Следующий слайд. Когда все это вносится в информационную систему, для чего вообще вся эта унификация? Для того, чтобы это спокойно можно было занести в компьютер. Как вы понимаете, в нашу с вами жизнь, чем дальше, тем плотнее погружается компьютер. И в дальнейшем многие наши работы мы будем делать с помощью вот этих информационных систем. Следующий слайд, пожалуйста. Когда, вот я вам покажу один из примеров информационной системы, это информационная система проектной тактики, когда все это погружено в информационную систему, то заполняется гораздо быстрее. У вас там есть типовые результаты, и, допустим, тот же самый план, график строительных работ, это как типовой результат, который расписан, и там только нужно будет погрузить ответственность. Кто за что отвечает? А в дальнейшем вот здесь вот видно, в том числе это будет по национальным проектам, это будет видно на уровне федерального проектного офиса, по нашим проектам это, скорее всего, будет видно на уровне главы, кто, что не вовремя сделал. Если не вовремя сделал, красная точка. Если сделал не до конца, желтая. Если все сделал правильно, где зеленый? Следующий слайд, пожалуйста. Это как раз диаграмма Ганта, погруженная, вот видите, здесь прописаны прямо контрольные точки, которые будут видны в этой информационной системе. И чем хороша, например, диаграмма Ганта в таких информационных системах, в том числе в проекте, тем, что если одна точка у вас съехала, автоматически система пересчитывает, когда у вас все закончится. И автоматически вам говорит, что вы только к этому сроку сможете выполнить то, что вы запланировали. Следующий слайд, пожалуйста. Так, а можно теперь другую презентацию? Там, потому что здесь, я хотела как раз рассказать про национальные проекты, но здесь их, это старые национальные проекты, старые варианты. Кто-то видит, здесь сворачивается. А, здесь-то пески тоже. А, так, национальные проекты, так, национальные проекты, так, национальные проекты, да? Ну вот, вот здесь видите национальные цели развития Российской Федерации на период до 2024 года. Они прописаны, все вот эти 9 основных целей, прописанные в указе президента номер 204. Все эти цели были разложены на показатели и на результаты. У нас получается 1726 показателей и результатов, которые в том числе нашли отражение свое в национальных и федеральных проектах и были доведены до уровня субъектов. А субъекты уже доводят до муниципалитета. Следующий слайд, пожалуйста. Демография. В демографии у нас 5 федеральных проектов. Аккуратор национального проекта Воликова, руководитель Топин. Следующий слайд, пожалуйста. Видите, здесь 5 федеральных проектов. В республике у нас реализуются все 5 проектов. Финансовая поддержка семьи при рождении детей. В этот проект входит поддержка материнских капиталов и выплаты на третьего ребенка. Выплаты на третьего ребенка у нас уже начаты в республике, хотя федеральные деньги еще не поступили, но обещают, что после второго квартала это финансирование будет открыто. Второй проект создание неслей содействия занятости женщин. По этому проекту у нас будет построено 12 детских садов по территории всей республики. В основном это детские сады в городе Улан-Удэ. Первые этажи это будут ясли, вторые этажи это будут детсадовские группы. Помимо яслей здесь видит вторая половина содействия занятости женщин. По линии центра занятости будет поступать, уже заключено соглашение, о финансировании переобучения женщин, находящихся в декретном выпуске. Поэтому вы просто знаете, что вы можете в своих муниципалитетах воспользоваться такой возможностью переобучать женщин, находящихся в декретном выпуске. Следующий проект это старшее поколение. Проект этот касается увеличения, причем там значительный процент, включает значительный процент увеличения количества людей старшего возраста, которые пройдут диспансеризацию, профилактические осмотры. И плюс получат гириатрическую помощь. У нас сегодня врачей-гириатров вообще нет, поэтому там будет подготовка врачей-гириатров. Подготовка планируется врачей-гириатров. И также возможно будет, потому что мы должны будем подавать заявку в 2021 году, возможно будет построен гириатрический центр. Мы на него рассчитываем, что он будет построен. Следующий проект это укрепление общественного здоровья. Это проект касается здорового образа жизни. Проект в первую очередь муниципальный. Потому что в качестве результатов этого проекта стоит разработка к 2024 году и выполнение всеми муниципальными образованиями муниципальной программы по укреплению общественного здоровья. Вам Минздрав доводил показатели по укреплению общественного здоровья? Да. Доводил. Это как раз вот по этой программе. Следующий это новая физическая культура населения или спорт-норма жизни. Показатели по этому проекту очень высокие. Пока непонятно, как мы будем их выполнять, потому что финансирование по этому проекту пока небольшое. Мы предварительно на прошлой неделе собирали всех тех, кто занимается на уровне республики вот этими проектами, в том числе и спорт-норма жизни. Определили первоначально, что необходимо сделать. Я думаю, что в дальнейшем уже более подробно будем работать по спорт-норму жизни, потому что это один из проблемных проекта. Следующий слайд, пожалуйста. Здравоохранение. Проект, в котором больше всего показателей. Проект, в котором больше всего национальных проектов, в котором больше всего федеральных проектов. При этом не так много денег. И при этом достаточно сложно пока понять, как это будет реализовываться. Следующий слайд, пожалуйста. Видите, 8 проектов. Сама главная цель по всему национальному проекту это снижение смертности населения трудоспособного возраста. Это, конечно, цель такая комплексная, потому что это и смертность от ДТП, и эта смертность от ДТП пересекается с проектом БКД. Это смертность от травм, это смертность от алкогольных отравлений, но в том числе большая доля, это не на здравоохранение. Смертность от болезни кровообращения, от онкологии. Поэтому, как вы видите, разбиты на те проекты, которые позволят улучшить состояние отраслей здравоохранения. Первый проект – это развитие системного оказания первичной великосанитарных овощей. По этому проекту предполагается замена ФАПов и врачебных амбулаторий. Имеется в виду замена зданий ФАПов и врачебных амбулаторий. Строительство новых врачебных амбулаторий, строительство новых зданий ФАПов. Кроме того, по этому же проекту будут созданы мобильные медицинские бригады. Для них будет закуплено оборудование и будут выезды в районы Республики в окружении мобильными медицинскими бригадами. Второй проект – это борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями. По этому проекту предполагается переоснастить наши центры сердечно-сосудистые. Это РКБ имени Семашка, это БСМП и это Гусевно-Озерска. Также предполагается развитие профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. В том числе проведение профосмотров на территории муниципальных образований. Третье – это борьба с онкологическими заболеваниями. Здесь предполагается достроить онкоцентр, построить онкополиклинику, онкологическое отделение Детской и Республиканской клинической больницы, оснащение оборудования для выявления онкозаболеваний. И профилактика, в том числе, потому что там показатель ранее выявления онкологических заболеваний стоит. Поэтому предполагается, что в Министерстве образования будут проведены мероприятия по охвату на территории Республики всех поселений, для того, чтобы предусмотреть именно раннюю диагностику онкозаболеваний. Следующий проект – это развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям. По этому проекту предполагается оснащение оборудованием всех поликлиник, в которых есть детские отделения по территории Республики. Также, но пока это, правда, нанесено тоже на 22-й, по-моему, строительство инфекционного отделения Детской и Республиканской клинической больницы. И по этому проекту, как раз обсуждали на этой неделе, проговаривали, как будет выполняться показатель, которые касаются значительного увеличения диспансерным учетом детей, которые имеют определенные узкие заболевания. Заболевания глаз, заболевания гастроэнтерологии. То есть эти дети должны находиться на постоянном диспансерном учете. И сегодня базовый показатель там стоит где-то 6%, где-то 11%. В 2024 году по всем таким нозологиям показатель должен быть доведен практически до 90%. Дальше. Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения с обребением медицинскими кадрами. Это очень серьезная задача, потому что на самом деле врачей у нас не хватает. Не хватает особенно твалифицированных врачей. А здесь стоит задача и в увеличении количества врачей, и в повышении качества подготовки тех специалистов, которые будут работать в ВСКУ. Следующий слайд. В шестом проекте мы не участвуем, потому что это слайд, который касается федеральных исследовательских центров. Мы участвуем в седьмом, в восьмом. Седьмой – это создание единого цифрового контура в здравоохранении. Предполагается, что до каждого ФАПа, до каждого врачебного амбулатории пройдет у нас интернет. Это задача Министерства цифрового развития Российской Федерации. Сегодня у нас наш комитет по информатизации совместно с Минздравом Республики должен подать, вот я, насколько помню, у них состоится, по-моему, до 1 июня, подать полностью карту необходимого обеспечения, чем должны быть, что нужно сделать для того, чтобы в каждый ФАП дошел интернет. Что нужно сделать для того, чтобы каждую амбулаторию подключить к той информационной системе, которая будет у нас в медицине работать. Ну и предполагается, что в дальнейшем у нас будут электронные рецепты. У нас можно будет записаться к любому врачу, зайдя в интернет. У нас можно будет получить телемедицинскую консультацию у ведущих федеральных клиников. У нас будет программа «Мой личный медицинский кабинет». И вы можете, зайдя в МФЦ, зайти в свой личный медицинский кабинет, где будет полностью ваша медицинская карточка погружена. Это тоже предполагается все до 2024 года. Ну и, наконец, следующий проект – это развитие экспорта медицинских условий. Это проект, по которому мы предполагаем, что мы увеличим экспорт наших медицинских услуг в 4 раза по республике. Следующий слайд, пожалуйста. Следующий национальный проект – это образование. Кватор проекта Голикова, руководитель и министр посвящения Васильева. Следующий слайд. Здесь у нас 9 проектов. Из них седьмой проект «Новые возможности» для каждого – это проект, который не заключается, в котором участвуют ВУЗы. В том числе, я надеюсь, БГУ примет участие, потому что там планируется именно конкурс на ОДУ. И, насколько я понимаю, какой-то конкурс уже БГУ выиграла по этому проекту. Выиграли, да? А создание центра дополнительного образования. Вот. Значит, первый проект – это современная школа. По этому проекту у нас предполагается строительство школы, депутация третьей смены. В этом году по этому проекту будет введено 5 школ. В основном тоже в городе Улан-Удэ, потому что в Улан-Удэ планируется введение большой школы на 1275 мест на левом берегу. Значит, кроме того, современная школа – это проект, который предполагает изменения в обучении в сторону технических, более глубокого обучения технической специальности. Это введение в школьные программы более глубокой, ну, так называемой, информатики. Сейчас это больше уже будет цифровизация. Это глубокое изучение, более глубокое изучение физики, математики. И в том числе биотехнологий. То есть такие новые специальности, которые в школе в принципе не изучают. Новые предметы, которые не изучают. Они будут просто в дополнении к существующим. Следующий слайд, пожалуйста. Ой, подождите. Следующий проект – это «Успех каждого ребенка». «Успех каждого ребенка» – это проект направлен на, во-первых, усиление профориентации в школьниках. И будет такая специальная программа, которая называется «Билет в будущее». Практически к 2024 году предполагается, что каждый ребенок будет проходить вот этот, имея билет в будущее, который в том числе предполагает тестирование навыков и компетенций детей и их ориентирование на определенную профессию. К тому, чтобы ребенок, когда он уже будет выходить, выпускаться, будет выпускником, он уже имел понимание, куда ему двигаться, в какую сторону ему пойти учиться. «Успех каждого ребенка» – это также у нас дополнительное образование. К 2024 году в Республике Поряди 80% детей должны быть охвачены дополнительным образованием. Задача очень непростая, потому что дополнительных денег на это очень мало. Поэтому будут разные варианты, каким образом мы будем дополнительно охвачивать. Но в том числе там есть федеральное финансирование, которое разыгрывается по конкурсу, и Республика будет принимать участие в этих конкурсах. И я, то, что касается национального проекта образования, я предлагаю вам очень внимательно следить за теми новостями, которые размещаются на сайте Министерства просвещения, потому что Министерство просвещения по этому проекту будет проводить очень много конкурсов грантов. В этих грантах могут участвовать и муниципальные образования, и муниципальные учреждения, такие как школы, и учреждения дополнительного образования. И я просто вам советую смотреть, что в этом проекте есть. В частности, по этому проекту как раз Кванториум, который в прошлом году выиграл Министерство образования, выиграло не само Министерство образования, под ведомственными учреждениями выиграла этот конкурс и был построен кавантуриом. Благодаря этому строительству у нас теперь увеличился охват образования практически на 4,5 тысячи детей в год. Там есть и другие центры, которые будут создаваться, в том числе в муниципальных образованиях. Следующий слайд – это современные родители. Проект «Современные родители» рассчитан на оказание консультационной помощи родителям детей в возрасте от года до трех. Это бесплатная консультационная помощь таким родителям. Предполагается, уже у нас в республике работает один центр, предполагается создание еще двух таких центров, которые будут консультировать в любое время любого количества желающих родителей, для того, чтобы шло правильное и грамотное воспитание ребенка. Следующий проект – это цифровая школа. Проект понятен, это обеспечение интернетом всех школ, причем интернет будет до 10 мегабайт на каждую школу. И плюс – это развитие обучения в цифровом формате, это создание цифровых уроков, это создание базы данных, для того, чтобы и учителя, и школьники могли пользоваться этой базой данных цифровых уроков, цифровых занятий. Следующий проект – «Учитель будущего». Этот проект касается подготовки и переподготовки кадров именно учителей. Проектом предполагается, что по всей России пройдут непрерывную подготовку 2 миллиона учителей. По республике это 20 тысяч человек. Это практически, по-моему, 80% людей, которые в системе образования работают. Плюс этим же проектом подразумевается у нас, как вы знаете, в улице добровольная, но не добровольная, понятно, независимая оценка качества оказания услуг. В том числе этим проектом гарантируется, что в республике около 2 тысяч учителей пройдут независимую оценку и подтвердят свою квалификацию учителя. Планируется, что после того, как они подтвердят свою квалификацию, независимую оценку, то у них будет повышаться заработок на тренинг. Следующий проект – «Молодые профессионалы». Это проект для среднеспециального профессионального образования. Он касается внедрения стандартов WorldSkills в работу среднего профессионального образования. Следующий проект – это для вузов седьмой. Восьмой – «Социальная активность» – это проект по волонтерству. Это увеличение количества волонтеров и работа волонтерских центров. По этому проекту тоже предполагается достаточно много грантов. Тоже можете смотреть этот проект ведет Министерство спорта и молодежной политики и социальной активности. Можете паспорт проекта посмотреть, увидеть, и можете зайти посмотреть, там есть план график, когда предполагаются конкурсные отборы и программы. Следующий случай, пожалуйста. Жилье и городская среда – это проект, который напрямую касается муниципалитета. У нас все муниципальные образования участвуют в этом проекте. Он у нас состоит из трех. Вот, что вы считаете, будьте, давай. Второе – «Формирование комфортной городской среды». У вас уже два года реализуется. Сейчас будет третий год, как этот проект идет. Вам уже, в общем-то, понятен. И, в принципе, вы можете уже до 2024 года планировать, как вы эти средства будете восходить. Потому что суммы определены до 2024 года. До 2021 года они уже включены в федеральный бюджет. Соглашение подписано Розавина на три года вперед до 2021 года. Поэтому, в общем-то, ничего не мешает. И в ближайшие годы уже планировать и расписывать контрольные точки, и проводить аукционы. Предполагается, что все вот эти национальные проекты будут увязаны между собой. И было бы хорошо, когда вы планируете комфортную городскую среду благоустраивать, то чтобы это было как-то разно с другими проектами. Если, например, планируете строительство школы, хорошо было бы к этой школе подвес, допустим, сделать или каким-то образом еще, то есть чтобы это был сразу комплексный подход, а не так, чтобы это в одном месте здесь сделать, а в другом месте. И никак это между собой не связано. Ой, извините, а этот проект уже реализовывается сейчас? Да. А, ты была в другом числе? Да. А чем это выражается? Ну, в прошлом году, в прошлом году была сделана, основная сумма была направлена на бульвар Карла Макса, но, к сожалению, моя позиция была туда, не надо было направлять, но я не принимаю решения. Будем надеяться, что в этом году будет просто направлено на комфортный общественный транспорт, например, моя позиция. Ну, комфортная городская среда там предполагается благоустройство общественной территории. Но я хочу сказать, что на транспорт нынче, за счет дальневосточной субсидии финансирование будет и пойдет. То есть на транспорт будет. То, что касается комфортной городской среды, я уточню, куда нынче намерется направлять финансирование по городу, потому что я, насколько понимаю, это сейчас принимает решение будет новая исполняющая обязанность. И на самом деле, если брать по городу, то годовая сумма по городу достаточно серьезная, потому что там зависит от количества жителей, и я так понимаю, что там практически 40 миллионов. То есть на 40 миллионов можно благоустроить. Вот я бы, на мой взгляд, ее нам бы взяли бы направить на набережную сейчас. Я знаю, набережная дельная. И вообще, возможно, будет реализовываться по ОГЧП. То есть там будет участник и властину. То есть, возможно, это будет. Я знаю, что по набережной сейчас делается проект. Проект на смертной документации. А вы с городом. Дальше я хотела бы сказать о проекте «Жилье». Это вообще очень сложный проект, потому что нам довели такие показатели, которые выполнить мы пока не понимаем как. Там, на самом деле, проблема по всей России, потому что показатели указа – это 5 миллионов квадратных метров в год, и все эти показатели указа раскидали на все субъекты. И у нас, получается, в этом году, ну, в общем, получается, практически по году мы должны чуть ли не ежегодно на 100 тысяч квадратных метров больше выводить, для того, чтобы нам выполнить все, что нам полагается. А мы не в состоянии. И более того, со слов Николая Юрьевича, он считает, что у нас спроса такого не будет, и такое хорошо скажем. Поэтому сейчас мы готовим аналитическую записку совместно с Минстроем. У нас 4-6 апреля у Дмитрия Анатольевича Медведева будет форум большой по национальным проектам, куда глава едет выступать с докладами. Хотели, в том числе, этот вопрос озвучить, потому что показатель для республики не рисуем. Следующий, третий проект, это обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда. Это переселение с ветхого аварийного жилья. Деньги у нас доведены, соглашение заключено, и проект у нас будет реализовываться, если вы еще не знакомы. Да, мультиплицепен, как-то давайте. Войти надо через Минстрой в республике. Да, Минстрой вообще должен был с вами уже, наверное, в ближайшее время проводить ВКС, потому что они сейчас получили финансовое соглашение, буквально 18 марта они подписали их. Они понимают, какого у них финансирования, и они будут с вас собирать. У них в этом году уже стоит переселение 165 семей. И на будущий год у них больше, и в третий год там уже тысячу слышно. А вот можно в этот проект, если то финансирование включить, которое мы учли в ранних жилищных программах, ну, на снятие отказательного учета, рекультивацию этих семей, нельзя отдельным мероприятиям? Или именно только переселение? Я думаю, что, знаете, вот сейчас, то, что я вам говорю, допустим, если у вас какие-то есть проблемы, вопросы, и вы хотели бы что-то добавить и внести предложение, давайте вы в письменном виде мне отправляйте, потому что в любом случае мы сейчас с этим работаем, в любом случае у нас глава сейчас вошел в группу, в рабочую группу при Госсовете, при Президенте, которая будет заниматься, она длинное такое название, но она фактически будет заниматься рассмотрением всех проблемных вопросов при реализации национальных проектов и готовить замечания и предложения на рассмотрение Госсовета. И мы, я, конечно, не гарантирую, что 100%, но какие-то вещи мы будем пытаться через эту рабочую группу, через главу в том числе проводить. Поэтому давайте, давайте предложения. Следующий слайд, пожалуйста. А это проект экологии. Куратом проекта Гордеев, руководительство, побылки, министров, водных ресурсов и экологии. Следующий слайд, там сейчас вы увидите, какие входят два проекта. Мы участвуем в чистой стране, в создании комплексной отрасли по обращению с ТКО. Мы участвуем в питьевой воде, в чистом воздухе у нас не включили, к сожалению. Третий проект инфраструктура, первый-вторых классов, опасности не касается. Это федеральный чистый проект. Участвуем в питьевой воде, в сохранении озера Байкал и в сохранении леса. В сохранении биологического разнообразия участвуют наши заказники, там финансированные прямые заказники. И в сохранении уникальных родных объектов мы тоже не попали. Что касается чистой страны. Чистая страна – это уборка несанкционированных свалок. Но, к сожалению, туда попали только те свалки, которые официально признаны несанкционированными. Поэтому по всей России, таковых оказалось всего, по всей России, 191, а по республике 5. Город, стеклозавод, по-моему, Мусино-Озерск. Три еще не припомню. Но я потом сброшу. По каким критериям свалки отмечают? А их критерия – это то, что они официально были выявлены. А выявлены они были официально с помощью прокуратуры, которая подала в суд и заставила правительство их снести. И вот в решении суда – это является официальной бумагой, что они зафиксированы. Все остальные свалки у нас не являются официальными, поэтому они не зафиксированы, поэтому их придется ликвидировать какими-то другими способами. Но при этом показатель, который стоит по России и в целом по федеральному проекту, все несанкционированные свалки ликвидированы. 190 ликвидируем, и мы как бы выполним, да? Тут не сложно. Но есть у нас там еще… Дело в том, что сам региональный проект попали в свалки, и деньги даются только на свалки, которые у нас находятся в пределах городских зон, в пределах зон города. То есть это город, я вспомнила, это Северо-Байкальск, там еще прописано, Бусино-Озерк, Северо-Байкальск, Улан-Удэ, Закаминск и Кяха. Те, которые в зоне сельских поселений, мы их подали на долевосточную субсидию. Нам сейчас утвердили социальную субсидию, а субсидию на ЖКХ, инфраструктуру пока не утвердили, но в том числе придется делать сначала проектно-смертную документацию для того, чтобы попасть в эту субсидию. Скорее всего, может быть, в конце года это все будет просматриваться, будет очередность, когда будут ликвидироваться свалки в находящихся в пределах сельских поселений, вне города. Следующий проект называется «Создание комплексной отрасли по обращению с ТКО». По этому проекту наша Минприрода предполагала построить завод по утилизации отходов. Завод там на несколько миллиардов, вы помните. Эта сумма на строительство завода не попала. Но та сумма, которую подавали на ПСД, 188 миллионов, она попала туда. Нас на будущий год нам выделяют 188 миллионов. И вот мы проводили совещание, глава дал задание Минприрода определиться, куда должна быть потрачена эта сумма, потому что делать ПСД смысла нет, раз нет денег на завод. То есть ПСД ляжет просто на стол. Поэтому нужно понять, каким образом мы туда направили эту питьевую сельскую. Дальше мы попали в проект «Питьевая вода». К сожалению, проект предусматривает только финансирование мероприятий в городах и поселениях, где есть централизованное водоснабжение. Поэтому там, где есть централизованное водоснабжение, подавайте заявки в Минстрое ЖКХ. В этом году выделяют на водоканал деньги, потому что у них есть ПСД. В этом году 150 миллионов, на будущий год 300, на следующий год 700, в этом году, в этом году, в этом году, общая сумма миллиард 450. С 2021 года предполагается дополнительное финансирование в этом году. будет еще срисплоднение. Как скорректировать, что чистое вложение? Давайте тоже предложение. Давайте. В основном, где-то на соседней оборуде. Не на прокладке. Давайте предложим. То есть это можно, да, на уровне? Да. Причем, чем быстрее, тем лучше, потому что мы сейчас готовим информацию в нове, чтобы это все пошло в федеральный проект в офисе и пошло до докладки. Следующий проект это сохранение озера Байкал. По этому проекту у нас строительство 22 очистных по республике Брец. 22 очистных это практически все муниципальные образования республики, в том числе город Иваново. Коллеги, у меня большая просьба подключиться к этому проекту. Потому что эксплуатировать очистные будут муниципальные образования. Очень важно, чтобы вы давали информацию, вы понимали, как вы будете их эксплуатировать. Каковы тарифы будут на очистку? Сколько население будет платить? Потому что нашему министерству строительства и ЖКХ не важно, сколько будет платить население, каковы будут тарифы, и как эксплуатироваться. Им важно провести конкурс и построить. Поэтому вам и мы настраиваем нашему министерству и ЖКХ, чтобы муниципалитеты подключали сразу. Потому что вы подключали не только муниципалитеты, но и подключали тарифную службу, которая вам заранее бы все обсчитала. Потому что иначе у вас люди будут очень злые и недовольны, в том числе и на муниципалитет. Откуда вдруг такой тариф взялся? Может быть вам не нужен такой объем. очистки? Какие технологии будут очистки? Чтобы ваши коммунальщики все это понимали. Кроме того, по этому же проекту у нас идет ликвидация нанесенного ущерба. В прошлые годы это в том числе и заказы. Там 4 объекта. и реконструкция рыбоперерабатывающих заводов. Следующий у нас проект это сохранение лесов. По линии сохранения лесов тоже на финансовое соглашение подписано. Это оснащение лесников новым оборудованием, новыми машинами. проект хороший, финансированный в принципе такой достаточно приличный. Ежегодно в течение 6 лет. Следующий вопрос, пожалуйста. Создание безопасных и качественных автомобилей здоровья. Это Министерство транспорта Российской Федерации. Будьте добры, следующий вопрос. там вот 4 проекта, но мы участвуем в 3, которые преобразованы в одну программу. Дорожная сеть, системные меры и безопасность дорожного движения. Сюда в том числе входит городская агломерация, город и те районы, которые идет финансирование на строительство и конструкцию дорог. до 2024 года практически 36 миллиардов рублей по этому проекту. Следующий слайд, пожалуйста. Повышение производительности труда и поддержка занятости. Вот в этот проект мы проиграли по этому проекту конкурс, подавали заявку, когда Алексей Самбович переговорил с министром экономического развития и Орешкин заключил с нами соглашение. Поэтому мы принимаем участие в этом проекте. С этого года у нас два проекта Системные меры по повышению производительности труда, реализация производительности труда, экспертная поддержка предприятий несоверевых отраслей. В два этих мы попали и наши предприятия будут подключаться к работе над этим проектом. А третий проект поддержки занятости мы пытаемся войти. С этого года если не получится мы будем входить со следующим годом. Проект поддержка занятости предполагает финансирование переобучения тех людей, которые могут потерять работу или потерять работу в результате повышения производительности труда. Плюс этот проект предполагает перестройку работы центров занятости. В том числе изменение выплат заработной платы в зависимости от выполнения индикаторов по трубе устройства. цифровая экономика федеральные и национальные проекты приняты, но их реализация начнется где-то с апреля с мая месяца. Поэтому в настоящий момент сейчас делается цифровая такая карта всей России для того, чтобы начать создание инфраструктуры. я вам говорила, чтобы ко всем школам уже подведен интернет, ко всем ФАПам подвести интернет, чтобы понимать, как еще цифры можно охватить всю Россию. А дальше предполагается у нас 7 этих проектов. Первый это нормативное регулирование чисто федеральных проектов принятия нормативных правовых актов. Информационная инфраструктура это уже потом вложение для того, чтобы создать эту инфраструктуру. Третий проект это подготовка и переподготовка кадров для цифровой экономики. Четвертый касается информационной безопасности. Пятый цифровые технологии и проекты это проект который будет реализовываться в сфере бизнеса. То есть по этому проекту предполагается что бизнес будет предлагать свои сервисы различные и выигрывать гранты которые будут конкурсы грантов будут проводить в Министерстве цифрового развития. Но эти сервисы будут предлагаться совместно с объектами. То есть какая-то компания заключает соглашение с регионом и глава рекомендует эту компанию для участия в грантовом конкурсе. Если компания выигрывает то этот сервис будет реализовываться в регионе. Ну и плюс шестой это государственное цифровое управление. Здесь это цифровизация государственных услуг. Это бережливое правительство. То есть то что мы переводим некоторые свои услуги в цифру. Следующий слайд пожалуйста. культура. По культуре у нас три проекта. Следующий культурная среда творческие люди цифровая культура. Культурная среда это создание инфраструктуры. Здесь в том числе предполагается ремонт домов культуры на селе. Я не знаю с вами заключали уже соглашение. Какое тут заключили да? То есть там предполагается заключение соглашения и финансирование ремонта домов культуры. Это приобретение автоклубов которые также будут ездить по муниципальным образованиям республики. Это создание цифровых концертных залов. Это создание центров развития культуры. По второму и третьему направлению по второму и третьему проекту это в основном гранты. Я вам тоже предлагаю посмотреть внимательно на сайт Министерства культуры Российской Федерации потому что уже первые гранты у них объявлены. И эти гранты касаются участия и муниципальных учреждений культуры, касаются участия и автономных и коммерческих учреждений которые занимаются культурой, общественных организаций в сфере культуры. Можно подавать заявки на эти гранты МИИ на участие. Финансирование сколько предусмотрено? Скажите. По какому направлению? По культуре. Оно предусмотрено то что говорит про республиканскую 808 миллионов. Это культурная среда. Это на один год? Нет это не на один год. Там стать до 2024 но 808 утверждены до 2021 развитие малого и среднего предпринимательства и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Это национальный проект. Следующая пожалуйста. Здесь у нас вот мы участвуем в пяти проектах из восьми федеральных. Это улучшение условий ведения предпринимательского бизнеса. Это расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке в том числе и к ротному финансированию, создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства, создание системы поддержки фермеров развития сельской кооперации и популяризации предпринимательства. Вот этот совершенственный систем закупок был объединен с третьей и четвертой объединения. То что касается малого бизнеса предпринимательства. Здесь предполагается создание центров доступа к государственным услугам, которые называются Мой бизнес. Вы наверное видели, у нас уже открылся такой один центр, находится недалеко напротив как раз где вы занимаетесь. Там где субъекты малого предпринимательства могут получить полную информацию о всех тех услугах государственных которые они могут получить. Кроме того предполагается выделение финансовой поддержки. Я сейчас буквально через 15 минут побегу на совещание как раз по МСП мы будем рассматривать подробных мероприятий, какие планы мероприятия предусматривают для поддержки малому бизнесу. Какие формы льготных кредитов будут и какое финансирование у нас заложено в том числе и федеральный бюджет. Я бы хотела обратить ваше внимание на седьмой проект создания системы поддержки в развитии сельской кооперации. Предполагается мы еще не подписали финансовое соглашение с федеральным бюджетом, но оно будет. Финансирование предусмотрено на поддержку именно фермеров. Это впервые с федерального бюджета будут выделяться такие серьезные средства именно на поддержку фермеров. Я сейчас вам не скажу, порядка по-моему 600 миллионов. Согласно программе это субсидирование будет или приобретение такого добавления. Это гранты. Это гранты. Международная кооперация экспорт это национальный проект в нем 5 следующий путь 6 но у нас 5 проектов здесь отличается логистика международной торговли мы в нем участвуем но финансирование идет напрямую на пункты пропуска. По этому проекту у нас будет реконструировано два пункта пропуска это наушки и монды. Финансирование предусмотрено даже не то что федеральным прямо в самом национальном проекте прописано что эти два пункта будут реконструированы. Первый проект промышленный экспорт предполагается поддержка предприятий которые занимаются экспортом те предприятия которые 30% своей выручки отправляют на экспорт имеют право получить поддержку по этому проекту предполагается что они подготовят свою программу развития конкурентоспособности в принципе программа достаточно понятная не сложная у нас наше министерство промышленности торговли с 1 апреля должно объявить конкурс о включении в этот программу промышленных экспорт любое предприятие в том числе малого бизнеса у которого 30% оборота продукции идет на экспорт имеет право принять участие в этой программе в этом случае они получают субсидирование транспортных услуг то есть то что они доставляют они имеют право получить часть средств на возмещение расходов и второе идет льготное кредитование я не помню но по-моему под 3% годового по этому проекту промышленной экспорте сейчас еженедельно проходят вебинары с российским экспортным центром в котором я предлагаю вам если вам интересен этот проект зайти на сайт российского экспортного центра вы можете все внимательно посмотреть про этот проект и даже придет участие в вебинар или ваше предприятие могут придет участие в вебинар кроме того вот по этому проекту промышленный экспорт у нас предполагается строительство технопарков и выпуск нового самолет его планировали на 20-й год сейчас перенесли на 21-й в планах он стоит и работа уже ведется нашим холдингом верболета России экспорт продукции АТК здесь очень завышенный показатель до нас доведен у нас сейчас экспорт продукции АТК 17 миллионов долларов нам довели 55 миллионов долларов два с лишним раза при этом финансирования нету поэтому министерство сельского хозяйства пока не понимает как это все будет реализовываться мы тоже это проект взяли на заметку потому что он очень проблемный была ситуация такая что министерство сельского хозяйства не знало как реализовать и просто взяли все на город написали свои показатели передали городу чтобы город там получается 55 миллионов из них 39 это город Аламута мы вот сейчас вроде договорились что совместными усилиями не будем заставлять город делать отдельный муниципальный проект который они не понимают как сделать совместно будем находить решение этого вопроса значит следующий проект это региональные системные меры содействия международных операций экспорту это проект касающийся создания нормативно-правовой и так скажем нормативно-правовых условий для поддержки экспорта и снижение барьеров снижение административной нагрузки для того чтобы лучше шел экспорт у нас и еще один проект это экспорт услуг здесь тоже нам показатели достаточно высокие довели но сам проект находится в процессе разработки то есть мы его сейчас наполняем тем как его нужно будет реализовать и вот дополнительно принят комплексный план модернизации расширения магистральной инфраструктуры буквально 3 января 2019 года пришел указ президента которым этот план был введен в качестве 13 национального проекта у нас стало 13 национального проекта финансирование это финансирование касается основной крупной корпорации это РЖД это авиаперевозки тут все попали то есть это как бы здесь опосредованно участвуют тогда когда на территории его чтобы на территории Сибири пришли устроиться у меня все если у вас есть какие-то вопросы